ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Выходит наружу и забирает очередную жертву. Мы продолжаем уроки выживания в смертельно опасных джунглях виртуальной реальности. И помните, врага нужно знать в лицо. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Форсированные двигатели, гоночные кузова, лихие водители. Романтика стрит-рейсинга вскружила голову многим. В виртуальном мире понятие автомобильной крутости лежит в другой плоскости. Здесь иной принцип. Кто сильнее, кто более вооружен и мощен, тот и прав. Жертв не считают. Мы представляем вам десятку самых прокачанных тачек цифровой вселенной. В 2011 году случилась катастрофа. Мир, в том виде, в котором мы его знали, прекратил существование. Планета превратилась в огромную, выжженную Солнцем степень. Главной ценностью в этом жестоком мире стал автомобиль. Ведь только он мог гарантировать хоть какую-то безопасность на бескрайних просторах, опустевших континентом. Цементовозы, автобусы, грузовики всех размеров и даже комбайны превращались в машины смерти. Обвешенные пулеметами, пушками, ракетами, энергетическими стволами. Они, как гладиаторы на арене, устраивали бои не на жизнь, а на смерть. Сгрежет металла при столкновении. Пыль из-под колес, сгоревшая резина. Взрывы, разлетающиеся во все стороны обломки, кровь и плоть. Выживал в этой каше тот, кто мог собрать самую мощную тачку. Ведь в этом мире теперь действовало одно правило. Выживает сильнейший. Тачки из серии «Эксмахина» открывают сегодняшний хит-парад самых прокачанных машин виртуального мира. Когда бывшего солдата, осужденного за военные преступления, вызволило из тюрьмы некое агентство, он был искренне удивлен. Но когда благодетели предложили работу и дали в распоряжение необычный грузовик, он удивился еще больше. Ведь в его обязанности входило убивать, а тягач оказался орудием убийства. Многотонник в считанные секунды превращался в крепость на колесах, готовый начать кровавую жадку. Цепные пилы и ножи по бокам прогрызали кузова обгоняемых автомобилей, как консервный нож. Агрессивные обвесы в виде шипов и рогов, делавшие тягач похожим на мчащегося бизона, помогали расчищать путь даже через самые плотные полицейские кордоны. Уйти от этого зверя было невозможно. Благодаря встроенным реактивным двигателям он выстреливал как пуля. А когда все-таки он догонял соперника, тот был обречен. Крупнокалиберные пулеметы и ракеты не оставляли мокрого места. Зачем нужны были невинные жертвы, одному богу известно. Так же, как и то, для чего правительственные агенты открыли вакансию убийцы на грузовике. Тягач из «Следжхаммер» занимает сегодня девятую строчку перечня самых навороченных транспортных средств по ту сторону монитора. Когда страшная инфекция под названием «Альфу-Черви» добралась до Токио, казалось, столица Японии обречена. Зараза превратила миллионы жителей страны восходящего солнца во рту кровожадных мутантов. Но существовал один человек, способный избавить и японские острова от угрозы – Кен Агава. Своей острой катаной и смертоносным бумерангом он пытался остановить распространение эпидемии. Но иногда даже его грозный арсенал был бессилен. Тогда на помощь приходил специально созданный для борьбы с чудовищами автомобиль. С виду это был настоящий броневик. Четыре пары мощных колес, защищенных бронепластинами. Крупнокалиберная автоматическая пушка, выплевывающая снаряды и ракеты. А впереди бульдозерный щит. Светящий множеством фар, словно горящий в атмосфере метеорит. Автомобиль, летящий на всех парах, настигал противника, чтобы испепелить его своими орудиями. Броневик из Ninja Blade по своей прокаченности не уступающий самым крутым виртуальным тачкам. Восьмое место. Остановимся на минуту, чтобы заправить баки. После чего вы узнаете, как четыре человека смогут удрать от сотен мутантов. Какие виды спорта станут популярны в середине третьего тысячелетия. И многое другое. Не переключайтесь. Здесь никто не пристегивается ремнями. Подушки безопасности детски лепят. При слове «краш-тест» все хохочут. Мы продолжаем рассказывать вам о самых прокаченных автомобилях по ту сторону монитора. Когда Луис, Фрэнсис, Зои и Билл оказались в кукурузном поле, то подумали, что обречены. Вокруг были толпы кровожадных мутантов. Но, как оказалось, шансы у них оставались. Продравшись сквозь толпы монстров, они очутились в фермерском доме и обнаружили там рацию. Взрывники, охотники, курильщики, танки, ведьмы. Команде пришлось отбиваться от сотен адских созданий, пока не приехала вожделенная машина с подмогой. Броневик, чудом оказавшийся в распоряжении людей, стал настоящим спасительным плотом в этом беснующемся море дьявольского отродья. Запрыгнув внутрь, четверка оказалась в безопасности. Невообразимая проходимость, зверская тяга и стальная защита. Такому механическому монстру не страшны были даже бесчеловечные мутанты. Броневик из Left4Dead въехал в седьмой по счету ангар автопарка самых прокачанных тачек виртуальной вселенной. В первой половине третьего тысячелетия, когда в мире воцарились анархия и разруха, в людях проснулись самые жестокие звериные инстинкты. Именно тогда ими было придумано новое кровавое развлечение. Гонки на выживание по развалинам крупнейших городов Земли. Автомобиль стал не просто спортивным инвентарем для завоевания первого места. Прокачанная тачка гарантировала спортсмену жизнь, поэтому к ее подготовке подходили очень серьезно. На и без того быстрые машины устанавливали бешеные нитроускорители. Корпус усиливали многослойной броней, чтобы обезопасить себя от вражеских снарядов. Только самые бесстрашные пилоты садились за руль этих монстров. Ведь как только давался старт, начинались не соревнования, а кровавое месиво. Машины, словно стаи голодных волков, бросались за сладкой костью, не щадя ни соперников, ни зрителей. Тачки из Дестрек Возрождение по праву могут считаться одними из самых навороченных авто по ту сторону мониторов. Шестое место. Когда-то этот Dodge Charger 69-го года выпуска, носивший многоговорящее имя Hot Road, ловил на себе восторженные взгляды. Теперь только по отдельным элементам можно было узнать в драндулете прежнего красавца. Но для повстанцев этот автомобиль был куда дороже пафосных лимузинов и заряженных спорткаров. Машина была рабочей лошадкой и боевым другом. И подпольщики с любовью относились к ней, постоянно пытаясь сделать ее еще лучше, совершеннее, функциональнее. Сначала они установили в салоне радар, способный обнаруживать тайники с припасами. С его помощью Морган Фриман не раз пополнял боезапас. Чуть позже мастера-подпольщики усовершенствовали устройство. Теперь оно могло показывать всех противников, находящихся в радиусе действия. Но на этом умельцы не остановились. Они приделали к автомобилю держатель для устройств Магнусона. Благодаря этому появилась возможность подвозить магнусончики прямо с Трайдером, чтобы уничтожать их задолго до приближения к лагерю. Сорокалетний механический старик обрел новую молодость, доказав, что есть еще порох в пороховнице. Додж-чарджер из Half-Life 2 эпизод 2 заслуженно поднимается на пятую ступеньку пьедестала. Левиафан был настоящим чудом автомобилестроения и гордостью армии Аксонов. Являясь самой огромной и грозной машиной в военном парке, высотой с дом, этот гигант передвигался на восьми колесах диаметром более трех метров каждая. На усиленной композитной раме, выполненной из неизвестных материалов, располагался внушительный смертоносный арсенал. Главную разрушительную силу составляла ионная пушка, работавшая на двух импульсных реакторах. Ее луч, создающий отрицательное поле, вызывал ударную взрывную волну такой силы, что от войск Некрисов, имевших неосторожность попасть под ее воздействие, не оставалось ни молекулы. Этот монстр был ужасом для противника. Еще бы, не зря ведь были зарегистрированы случаи, когда исполинская стальная машина Аксонов в одиночку разрушала целые города. Левиафан из Unreal Tournament 3 огнем из своих смертоносных орудий расчищает четвертое место нашего хит-парада. Через пару секунд вы прокатитесь на трех самых навороченных тачках виртуальной вселенной. Оставайтесь с нами. Их предназначение не удивлять, а пугать. Вызывать не восхищение, а ужас. Не показывать спортивные достижения, а бить рекорды жестокости, кровавости, бесчеловечности. Перед вами тройка самых крутых тачек виртуального автопарка. Какой автомобиль предпочитают торговцы оружием? Лимузин, бронированный джип, открытый кабриолет? Отнюдь. Настоящие армс-дилеры предпочитают прокачанные армейские броневики под стать своей профессией. Такие дилеры, как Дрэбер. Для него не важен был внешний лоск. Он ценил в автомобиле функциональность и безопасность. Поэтому остановил свой выбор на четырехосном БМП. Эта тяжелая машина стала для него и его любимой обезьянки штаб-квартирой. Напичканная электроникой, она позволяла вести дела даже в полевых условиях. Но главной функцией было отражение атак. Пули и снаряды горохом отлетали от бронированного корпуса, когда Дрэбин, как заправский гонщик, лихо проносился мимо вражеских рядов. Олд Снейк, прирожденный одиночка, был благодарен небесам за то, что ему удалось встретиться и подружиться с контрабандистом. Дрэб на своем железном коне был отличным помощником и не раз приходил на выручку старому вояке. И тогда на неприятельских планах можно было смело ставить крест. Броневик Дрэбина из Metal Gear Solid 4 за свою функциональность заслуживает третье место в нашем топ-листе. Противостояние Европейского Союза с пан-азиатской коалицией после нового ледникового периода было чрезвычайно острым. Бои за вожделенные территории, свободные от вечной мерзлоты, разгорелись не на шутку. Европейцы, как и азиаты, бросали в атаку самые современные виды техники. Однако бойцы больше всего уважали Голиафа. В чреве этого мобильного монстра они чувствовали себя, как в неприступной крепости. Его броня и регенерирующееся защитное силовое поле делали машину вместе с экипажем практически неуязвимыми. Более того, союзные отряды, находящиеся в радиусе действия энергетического поля этого транспорта, могли исцеляться. Голиаф был нетранспортным средством. В бою он мог заменить целое вооруженное подразделение. Гранатометные и пулеметные установки обрушивались грядом огня и свинца на вражеские юниты, превращая машину в настоящий кошмар для пан-азиатской армии. Транспортник Голиаф из Battlefield 2142. Нозерн-Страйк со своей практической неуязвимостью и огневой мощью оказывается в пантеоне самых прокачанных автомобилей цифровой реальности. Второе место. Прежде чем выехать на финишную прямую, давайте еще раз окинем взглядом весь страшный пилот. Открывает хит-парад навороченные цементовозы, автобусы, грузовики и комбайны из серии «Эксмахина». Тягач «Монстр» из «Следжхаммер» на девятом месте. Автомобиль «Ниндзя» из «Нинджи Блейд» по своей прокаченности не уступающий самым крутым тачкам на восьмом месте. Броневик из «Лэфт Фудет», вырвавший четверку людей из «Лабзомби», въехал в седьмой по счету «Ангар». Шестое место по праву занимают тачки из «Дестрек Возрождение», превратившиеся из спортивного инвентаря, в орудие убийств. На пятой строчке боевой товарищ и рабочая лошадка повстанцев. «Додж Чарджер» 69-го года из «Халф-Вайф-2», эпизод второй, обрядший на полях сражений вторую молодость. «Левиафан» из «Анриэл Торнамент 3» огнем из своих смертоносных орудий расчистил четвертое место в нашем кит-параде. Благодаря своей необычайной функциональности броневик «Дрэбина» из «Металгир Солид 4» открывает тройку самых прокаченных тачек. В шаге от первого места остановился «Голиаф» из «Бэттлфилд-2142 Нозерн Страйк», обладающий завидной неуязвимостью и огневой мощью. А теперь пристегните ремни и поправьте зеркало заднего вида. Прямо сейчас мы окажемся в салоне самой прокаченной тачки виртуального мира. Нет, этот автомобиль не рухлить. Просто Джек так любовно называл свою малышку на колесах «Джанкер» или «Жестянка». В свое время он по винтику собрал ее из того, что удалось найти в разрушенном Ордой Локуста в городе. В результате получилось настоящее бронированное авто, способное дать фору БТРу. Оно не раз спасало Джеку жизнь, и он никогда и никому не отдал бы своего любимца. Но когда отряд «Дельта» прибыл в город изгоев, ему пришлось расстаться с остальным другом. Для Маркуса Феникса и его товарищей «Жанкер» был куда нужнее. Готово! Заправив железного коня, командос направились на заброшенный завод. Прямо через городские кварталы, тишащие кровожадными тварями. Броневику было все нипочем. С тремя парами огромных колес он буквально перелезал через любые нагромождения. Бронированный корпус, словно бульдозер, разгребал любые завалы. Даже атаки летающих гадов, сильно смахивающих на летучих мышей, он отбивал в два счета. «Джанкер» — гроза локустов из «Гирзов Вар» становится чемпионом среди самых прокачанных тачек виртуального мира. Только что мы наблюдали за гонкой десяти самых навороченных авто по ту сторону монитора. Хорошо, что у нас была возможность сделать это на расстоянии. Столкнись мы с ними поближе, шансов выжить у нас не было бы. Но не расслабляйтесь, ведь это далеко не единственная угроза виртуального мира. Мы будем продолжать рассказывать об опасностях, которые подстерегают путешественников по цифровому миру. Вам будет страшно и интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!